Я не могу никак вам представлять Особенно людей здесь сидящих Вы их знаете из меня Здесь у нас Георгий Исаакян Художественный руководитель музыкального театра Имени Натальи Ильинична Сац Можно я не буду перечислять регалии Потому что иначе мы примерно полчаса потратим На каждого из сидящих здесь мужчин Второй это Дмитрий Бертман Художественный руководитель того прекрасного театра В котором мы сейчас находимся Там даже в туалетных комнатах играет вальс И можно повальсировать перед зеркалами Если мы это стесняемся делать В каких-то других пространствах Правда там место вполне довольно для этого И так красиво черно-белые Все самые ромбы на полу Все возможно Значит по идее Должны мы разговаривать о Станиславском Или вы, Игорь, мне говорят Должны о нем разговаривать И Немирович и Данченко При этом вот на Дмитрия Александровича написано Верю Дима Верю Дима И здесь, если вы не можете этого разглядеть Здесь знаменитый профиль Константина Сергеевича В пенсных очках Верю Дима Я им тоже верю Значит тут что еще, наверное, нужно сказать Что Дмитрий Александрович Бертман Закончил мастерскую ГИТИСа У Георгия Павловича Ансимова Выдающегося режиссера Выдающегося педагога И в 90-м году, да Основал театр Геликон Опера Это я знаю И Георгий Георгиевич тоже закончил ГИТИС Он был художественным руководителем Пермского академического театра оперы и балета До того, как перебрался к нам в Москву И он У Курочкина Да, совершенно справедливо У Курочкина Владимира Акимовича Значит мы все через ГИТИС Все равно связаны Во-первых, друг с другом А во-вторых, мы связаны со Станиславским Таким образом Непрямым, нелинейным Но тем не менее связаны И давайте я что Я не знаю Вы подготовили прямо речи Или как вообще? Нет, не рассчитывали? Нет? Лукав Я и к репетициям не готовлюсь Да это заметно Заметно Как театральные критики Музыканты как придут Сразу говорят Они не готовятся к репетициям И пишут об этом честно Тогда можно я просто для затравки Не про Станиславского Которого мы все-таки с вами Так уж не видели Признаемся в этом Потому что мы немного моложе А вот с чего Несколько дней назад Была творческая встреча В доме музея Станиславского Все дороги все равно Как-то туда ведут Опять же в рамках Бенали уроков режиссура Разговаривали с Галиной Тюниной Все понимают Такому детричу Галина Тюнина Основоположник Первой актрисы театра Петра Наумча Фоменко Она теперь преподает На музыкальном факультете ГИТИСа На курсе Ивана Поповски И она сказала Что очень Им тяжело работать С артистами-вокалистами Потому что Артисты-вокалисты Все время думают о том Как бы вытянуть Какую-нибудь ноту В то время Как педагогов Пришедших по линии Драматического театра Волнует, конечно же Персонаж Переживание этого персонажа Им кажется Не таким уж необходимым Эти самые ноты вытягивать Вот это История То, что она говорит Это связано С тем, о чем Мы все равно Должны разговаривать Правильно? Оперный театр Режиссура В оперном театре Все то, что Начинается со Станиславского И надо сказать И с Владимира Ивановича Немировича Данченко Тоже Короче говоря Хотите Об этом начните А потом Все равно зацепитесь И начнете Хорошо Бодры между собой Без меня Дима, ты первый Начнешь злиться Или я? Нет, я злиться не буду Я хочу сказать Спасибо, Марина Огромное Георг Георгиевич Со мной рядом сидит Он только что Выпустил премьеру Драматический спектакль В котором Играют Оперные певцы Его Артисты театра И мы сейчас Вот с ним встретились И я говорю Как прошла премьера Он говорит Мои прекрасно играют Я говорю Я уверен Я давно мечтал У себя в театре Поставить драматическую пьесу Потому что Это никто не делал Это вот он первый сделал Потому что я уверен Что оперный артист Это сыграет лучше драматического Потому что Это связано С тем, что Музыкальный театр Это очень честное искусство Как и цирк Как и балет Драматический театр Извините Дорогие критики Драматические Кстати Я благодарен Что это все ведут Драматические критики А не музыкальные И я тоже Вот Я хочу сказать Что драматический театр Это Неорганизованная История Потому что Драматический артист Он может быть Одарен от Бога Феноменально Он может быть Даже научен Каким-то вещам Потому что Вообще Станиславский Сам говорил Что его Школа Для того Чтобы контролировать Природу Так вот Но он может Заменить слово Он может Симпровизировать Он может Растянуть паузу Растянуть паузу А в музыкальном театре Это невозможно Потому что Существует время Музыка Это время Это Там сидит Сто человек Оркестр 60 человек Хор И у всех Своя партия Партия У нас Оперные певцы Часто говорят Что я пою Партию Бориса Годунова Это безграмотность Кстати Музыкальные критики Многие пишут Он выступил В партии Но они Шаляпина Видно Не смотрели Потому что Шаляпин Сказал Что слово Партия Это очень Оскорбительно Потому что Партия Это строчка Шаляпин Призывал Называть Роль Бориса Годунова Но не партия Партия Это Партия Первой скрипки Партия Второй скрипки Альтов Велончели Часть общего Часть партитуры Так вот Эти партии Они составляют Партитуру То есть На одной странице Сразу Там все Партии И вот Артист Он поет Он должен попасть Со всеми вместе Это Невероятный труд Вообще Слово Опера Переводится С итальянского языка Как Дело И труд Это Невероятно Сложно Это Очень много Талантливых Артистов Певцов С великолепными Голосами Не становятся Оперными Певцами Потому что Психика Не выдерживает Это Невероятный Это Огромное Количество Задач Одновременно Огромное Количество Задач Потому что Помимо Технической Задачи Спеть Это Взять Верхние Ноты Точно Сантонировать Эти Ноты Помнить Текст На языке Оригинала Оперы Идут На всех Языках На языках Оригинала Вот у нас Идет Сейчас Донос На меня Был написан Опера На иврите Например Не одного Еврея На сцене Весь Театр На иврите Поет Понимаете Помнить Иврит Они же С коучами Работают Понимаете И плюс Еще Мы режиссеры Мешаемся Со своей Режиссурой Но это Так было Раньше Сейчас Оперный театр Стал Очень Режиссерским И Произошла Революция В оперном театре И не зря Драматические режиссеры Все стремятся В музыкальный театр Во-первых Это свободно Конвертируемая валюта Была до недавних пор Ну сейчас Тоже Для некоторых Ну для некоторых Да Вот В отличие от Драматических театров Нет языкового барьера А во-вторых В оперном театре Происходит Очень большой Прогресс Театральный Ну во-первых Это огромные Сцены Это Это технологические сцены Это огромное количество народу На сцене Это Ресурс Это Еще один Субтекст Потому что Это музыка Она может говорить Совершенно не то Что слово Что очень интересно Да То есть Там Ну например Понимаете Я вам сейчас Пример приведу Пример Что музыкальный театр Может делать В отличие от Драматического Ну например Лиза поет Например Она поет Уйдите Герману Уйдите Останься А она поет Уйдите А представляете А если еще Субтекст другой Драматический Это уже тройной Получается смысл Это намного Богаче Интереснее И у меня был Такой случай Герточка Извини Я потом тебе дам Армянину Он должен Меня это Сама Не-не-не-не Совершенно Был такой случай Великий режиссер Роберт С Туру А мы очень Дружим с ним И он ставил В Большом театре Мазепу И он приходил Это еще до реконструкции Было здесь И он приходил Почти каждый день Ко мне После Репетиции И говорит Слушай Я не понимаю Я ему Ей говорю Я с ними Разговариваю Разговариваю Говорю им все Мы сидим У нас застольный период И они машут головой И говорят Да И вдруг Они выходят на сцену Складывают руки И поют Что делать Понимаете А дело в том Что Мы сейчас К Станиславскому Я выведу Чуть-чуть Потому что Музыкальный театр Это совершенно Режиссура музыкального театра Это совершенно Другая работа И поэтому Георг Георгиев Сейчас будет Он говорит Ругаться Потому что Драматический режиссер Мы смотрим Как работают Драматические режиссеры И не только мы Смотрим Здесь заложена Мина Сразу То есть Надо помнить Что и Станиславский И Немирович Данченко И Мерхоль Имели музыкальное образование То есть Они владели инструментом Покровский Владел инструментом Он был пианист И благодаря этому Они могли читать Партитуру клавира И они могли видеть Замысел И могли видеть Интонацию Ту самую действенную Интонацию О которой говорил Константин Сергеевич А драматический режиссер Который привык смотреть Текст Он видит ноты И он хочет сделать Вот ту самую паузу Когда ему она нужна А ее нету Или наоборот Есть пауза И он начинает Сочинять спектакль Как гэки Такие Знаете Вот Для критика То есть Придумать Какой-нибудь Трюк Который Заслонит Все И артист Становится Ненеобходимостью В спектакле Вот что самое страшное То есть Артист становится Возможно Его заменить А когда что-то Можно выкинуть Или заменить Это значит Это не нужно Это вот как Купюр Например Сделать Вот если Этот купюр Вырезать И спектакль идет Значит это Ненужная вещь То есть Это надо Сделать необходимостью Каждое слово Каждую ноту И артист Должен быть Необходимостью Есть такой Наш коллега Выдающийся режиссер Барри Коско Который В комеш-опер Он действительно Очень интересный режиссер Но он сделал Вот такой спектакль Который взял Кассу со всего мира Это Волшебная флейта Да Я ее смотрел Дважды Потому что я делал В Финляндии Спектакль Там в этот момент Он делал Потому что Этот спектакль Как это сказать Лицензионный Он сразу Там 6 комплектов Декораций И он сразу Шел везде Как фантом Бродвейская система Бродвейская система Да И этот спектакль Мультипликация То есть Там такая Многослойная декорация И идет Фильм На весь спектакль Мультипликационный фильм И артисты Становятся В какие-то Вырезанные кружочки Там вот Артистка вышла Она закрашенная В цвет какой-то Она вышла И она царит Вы не знаете Кто это поет Я смотрел Этот же спектакль В Дюссельдорфе Тоже ставил И параллельно Тоже шел И я думаю Вот этот артист Не важно Кто зашел В кружочек Потому что Он не имеет значения Кто Потому что Если даже он заболел Можно пригласить Дом культуры Чкалова Из оперной студии Ля Чкала Тоже встанет Споет То есть Это не имеет значения Я Это страшно Потому что Артист Это самое главное Артист Это театр И Я вам скажу Что я поклонник Барикоска И видел его Очень много спектаклей Но этот спектакль Для меня был просто Я думаю Только бы так Театр не развивался Потому что Через 10 минут Во-первых Скучно Потому что Все Прием Он работает Этот визуальный 10 минут И больше он Не работает Но Самое страшное В этой истории Хотя есть люди Которым очень нравится Потому что Это очень эффектно Это красиво Это Мультипликация Но Это не имеет отношения К музыкальному театру Вообще Это не имеет отношения К Моцарту Потому что Это трюки Цирковые трюки И больше ничего Там нету Вопросов Кто такая царица ночи Кто такой Зарастра Что между ними происходит Евреи Я имею ввиду Эти самые Опять Масоны Масоны Вот Масонские Трубы Да И так далее То есть Там нету этих вопросов Вообще И вот это вот страшно И вкратце Я еще хочу сказать Про Станиславского И Георгий Георгиевич Отдаю микрофон Ты уже все сказал Нет Я про Станиславского Хочу сказать Не как про театрального деятеля Я вообще считаю Что Станиславский Это упущенная выгода И нашей страны И вообще людей Потому что Станиславский Он не только театральный Мыслитель Я думаю Что Станиславский Это вообще философ И если бы люди жили по Станиславскому Вообще люди жили То мир был бы совсем другой И у нас бы не было тех проблем Которые есть сейчас и всегда Потому что его формула Я в предлагаемых обстоятельствах И магическая Если бы Если бы каждый человек Применял Вот эту Эту простую формулу Вот идет конфликт с человеком И вдруг человек говорит А если бы На той стороне был я Как бы я реагировал Если бы я присвоил эти обстоятельства Вы представляете Какая гениальная история И это никто не делает Если бы Это был я И все бы совершенно по-другому поменялось Если бы Это были мы А не они Это все Совершенно по-другому Анализируется весь мир И я думаю Что В этом зале У меня Были лекции Есть такой институт Лидеры России Там учат Будущих губернаторов Чиновников И мы Делали для них Такой проект Как театр связан С чиновничьим делом И они Очень смотрели на это Смешно Но оказалось Что это очень не смешно Мы с ними даже Делали отрывки Мы с ними делали Этюды Вот Галина Викторовна С ними тут занималась И я с ними Как раз Прям был нацелен Мы с ними занимались Именно тем Как управлять По системе Станиславского Почему? Но это Это отдельная встреча Это Я ленивый А вообще можно А вообще можно А вообще можно Диссертацию защитить Это хорошая тема Потому что По этому Можно управлять Понимаете Приходит человек Просить деньги Естественно Чиновнику И чиновник говорит Выйдите Все Уже первая ошибка По Станиславскому Допущена Понимаете Первая ошибка И дальше происходит Или чиновник говорит Все Я управляю Вот этим музеями Значит Я царица музеев Теперь И я вот Ночи музеев Царица ночи музеев Царица ночи музеев Да Вот И пошло дело Понимаете Общение С людьми И тоже Вот понимаете Амплуа Это тоже Все имеет отношение Ко всему Это потрясающе Вот сейчас Мы тоже С Георгиевичем Говорили У него сейчас Случилось Несколько Несчастье В трупе Умерли Там Очень Потрясающие Артисты И рабочие сцены Один Потрясающий Умер Которого Я тоже знаю Потому что Я ставил спектакль И мы Говорили по поводу Вообще Человека Что такой человек Какую он делает Атмосферу Что он делает Для театра В смысле Его нужности Потому что человек В театре Он незаменим Это все ерунда Насчет заменимости Потому что Это связано С энергией Это связано С воздухом Которым мы дышим С душами Которыми Может быть Мы их и вдыхаем Эти души Которые Вот здесь Витают Поэтому Это очень важно Это очень важно Это тоже Станиславский Кстати Вот Поэтому я сейчас Георгиевичу Даю микрофон А у него есть Свой даже Вот И мы продолжаем Здравствуйте Не снять Или как Нормально Прекрасно Что-то я говорю Да Я просто Нет Я просто терпеть Могу режиссеров Которые Вот так вот Через микрофон Общаются Со сценой Потому что Это у нас так учить Да Откуда-то С небес Доносится Голос Бога Угрожающий Правее Еще Правее Это проблема Особенно молодых Режиссеров Которые Думают Режиссер Это Бог На самом деле Режиссер Это сегодняшний Режиссер После Дмитрия Это делать Мне кажется Что вообще С идеями И с идеями Общественными И с идеями Художественными В течение времени Происходят Какие-то Очень сложные Процессы И К огромному Сожалению Чаще всего Эти идеи Выхолощиваются Они превращаются В какой-то набор Бессмысленных Цитат В какой-то набор Стандартных И в общем Несоответствующих Истине Представлений И в связи С великим КС Я имею ввиду Настоящего КС Не того Кто присвоил Эти инициалы И Владимиру Ивановичу Произошла Вот эта же Штука Потому что Это же Мы видели В советское Время Происходившая В общем Наверное Одной Из самых Вдохновенных Идей В истории Человечества Идея О обществе Всеобщего Равенства И всеобщего Благоденствия Которая Трансформировалась В набор Бессмысленных Цитат Над которыми Все сидели И хихикали На своих Кухнях И в общем Идеи Станиславского Невероча Тоже Как-то Трансформировались В такой набор Цитат И у всех Тут же начинает Прямо Как будто Ты кислый Лимон Съел Опять Вот сейчас Мы будем Говорить Про истину В предлагаемых Обстоятельствах Про Что-то такое Про Итюбный метод Про действенный Анализ Но все это Какой бессмысленный Набор слов Мне кажется Что Величие Того Что произошло Более Стал лет Назад Мы имеем Ввиду Не только Прекрасную Встречу В ресторане Славянский Базар Конечно же Хотя Это тоже Круто Мне кажется Что Дмитрий Александрович Нам тоже Надо Как-то С вами Дмитрий Александрович Какой Но Это просто Не стало Частью Театральной Истории Мне кажется Надо Запечатлеть Это Как-то Как-то Исаакян С Бертманом Сели В каком-то Московском Ресторане Просидели Тридцать Восемь Часов Доставка Есть Все Выразилось Все Не то Дело в том Что эти Эти идеи Возникали Не в пустом Пространстве Они были Частью Гигантского Набора Очень разных Размышлений Людей О том Что есть Театр Что есть Искусство Потому Что Они Создавали Не просто Театральную Систему Хотя В связи С ней Тоже Очень много Важного Можно сказать И очень Разного Потому Что Мой Учитель Владимир Акимович Курочкин Народный Артист Советского Союза И сам Гениальный Актер Оперет И говорил Знаешь Сынок Секрет В том Что Станиславский Придумал Систему Для Бездарей Он Первый Догадался Как Из Абсолютно Бездарного Человека Воспитать Нормального Актера Потому Что Хорошему Актеру Система Не нужна И В общем Он Был Частично Прав Но Все Эти Размышления Более Чем Столетней Давности Были Связаны Не только С Художественным Творчеством Но И С Природой Того Что Есть Человек И С Природой Того Что Есть Художественное Творчество В Обществе И С Дмитрий Саныч Что Такое Московский Художественный Общедоступный Театр Какая Из Этих Идей Сегодня Продолжает Существовать В том Виде Как Это Понимали Отцы Основатели Насколько Мы Готовы Мало Того Практически Сразу Как Только Родилась Эта Идея И Родился Этот Театр Дом Начались Проблемы Потому Что Оказалось Что То Что Константин Сергеевич Владимир Иванович Кажется Важным В смысле Художественного Творчества Не очень Хорошо Продается И Поэтому Мы Вынуждены Все время Менять Репертуар Ставить Все время Кассовые Спектакли И Про Это Есть Там Целая Переписка И Решение Вот Этой Дирекции МХТ Что Как То Надо Чтобы Побольше Заработать Чтобы Потом Поставить То Что Никому Не Нужно Но Это Нужно Нам Для Того Чтобы Развиваться Да Это Совсем Непростая История Что Такое Художественно Общедоступный Театр Где Да Вот Как 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 Соблюсти Вот Это Зарабатывание Денег На Художественное Творчество И Общедоступность Мы На Соблюдение До Начала Встречи Уже Все Проговорили Дмитрий Александрович Он Уже Часть Рассказал Наш Разговор Другая Часть Была Про То Что Пушкинская Карта Она В Москве Выглядит Конечно Странно Потому Что Сумма Которая На Ней Числится Это Я Не Знаю В Какой Театр Можно В Театр САЦ Можно Сходить На Эти День В Театр Гелико Мне кажется Уже Не Сходишь Но При Этом Во Все Остальное Россию Люди Год На Эти Деньги Ходят В Театр И Музеи Да И Это Тоже Понимание Что Есть Общедоступное Что Есть Социально Значимое Что Есть Художественно Значимое В Рамках Того Фестиваля Который Написан У меня На Лице Видеть Музыку У Есть Такая Тоже Серия Диалоги Об Опере И Мы Как Раз Знайте Санчем Здесь Прямо Несколько Лет Назад Разговаривали И Я Задавал Вопрос Я Всем Коллегам С которыми Встречался В этом Проекте Задавал Один И тот Ж Вопрос Я В Коллегам По Оперному Цеху Если У вас В Репертуаре Театра Есть Спектакль Который Кажется Вам Важным С точки Зрения Художественной Но При этом Он Плохо Посещается Что Вы Будете Делать Я Был Уверен Что Коллеги Скажут Я Буду Держать Его Закрывая Глаза Я Был Удивлен Практически Все Коллеги Сказали Я Его Спешу Он Не Будет Ити Потому Что Это Коммерчески Невыгодно И Это Продолжение Размышления О Том Когда Отцы Основатели Создавали Вот Эту Историю Русского Репертуарного Театра Художественного Общедоступного Театра Они Имели Ввиду Эти Коллизии Это В переписке Очень любопытно Видеть Как Они И Как Самих Мучило Это С другой Стороны Я Злоупотребляю Временем Нет С другой Стороны Мне Кажется Что Это Очень Интересное Размышление Само Возникновение Понимания Психофизики Очень Важно Для Театра Потому Что До Этого Момента Все Ходили Как Немножко Вокруг Этой Темы И Именно Константин Сергеевич И Владимир Иванович Смогли Сформулировать Что Человек Это Безумно Сложный Механизм Безумно Сложная Машинка Безумно Сложное Существо Которое Состоит Одновременно Из Машинка Материи Которая Тянет Тебя Вниз И Психики Которая Тащит Тебя Вверх И Вбок И Что Такое Создавать Почему Это Так Важно То О чем Говорит Дмитрий Саныч Человек В центре Театра Театр Без Человека Бессмысленен Это Была Прекрасная Для нас Для всех Мне кажется Наука Ковидной Эпидемии Когда Нас Всех Посадили На Карантин Я Казал Что Никому Театр Не Нужен Все 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 Стали Все Стали Смотреть Значит Спектакли В Онлайне И мы Стали Перезваниваться Говорить А что Будет Дальше Сейчас Все Посмотрят Посмотрят Спектакли Со Всего Мира И В Зал Никто Не Вернется Но Сначала Открыли Кинозалы И Кинозалы Действительно Практически Тогда Никто Не Вернулся И Кинозалы Стояли Тогда Пустые И Мы В Ужасе Были Абсолютно Но Когда Разрешили Открыть Театры И Продавать 25% Билетов У нас Смели Все Билеты Сразу Потом 50% И У нас Продолжали Сметать Билеты И В Этот Момент Мне Кажется Наступило Очень Важное Понимание Потому Что Театр Это Не Картинка А Театр Это Место Где Есть Человек Такой Же Как Ты Из Плоти И Крови И Ты Видишь Как Он На Глазах У Тебя Мучается Любит Ненавидит Умирает Это Правда Ты Не Можешь Отмотать Ее Назад Ты Не Можешь Перескочить Ты Не Можешь Скучное Прокрутить Ты Должен Жить С Ним Эти Полтора Два Три Шесть Часов Но При Этом Благодаря Этим Размышления Дискуссия Возникли Биомеханика Мирхольда И Карнавальный Театр Вахтангова И Мистериальный Театр Вахтангова И Таирова Это Было Прекрасное Время И Мне Очень Хотелось Чтобы Мы Сейчас Не Просто Формально Почтили Дату Встречи В Славянском Базаре А Мы Попробовали Вернуться К Этим Размышлениям Почему Нам Так Нужно Так Собираться Сидеть И О чем Беседовать Мы В Ютюбе Все Это Можем Послушать Видимо Это Непосредственное Общение И Этот Процесс Того Как Актеры Потому что Мы Сейчас Актерствуем Втроем На Глазах У Публики Не Стесняются Выглядеть Неготовыми Смешными Какими Угодно Да Несовершенными Я Думаю Самое Главное В Театре То Что Не Работает Во Всех Остальных Визуальных Видах Искусства Это То Что Ты Понимаешь Как Прекрасен Человек В Своем Несовершенстве Да Потому что Мы Недавно Общались С Оперными Режиссерами И Я Говорил Им Что Наш Музыкальный Вкус Очень Сильно Изменило И Испортило Эта Технология Компьютерной Записи Звук Когда Начиная С 70-х Годов Музыкальные Записи Становились Все Более Идеальными Все Более Вычищенными Там Не Стало Покашливания В зале Как Это Обычно На старых Записях Есть Перелистывание Нот Каких-то Фальшивых Не точно Сыгранных Интонаций Но Это И Есть Суть Живого Искусства Несовершенства Именно Поэтому Мы Его Воспринимаем Как Правдивое Да Поэтому Ну Вот Наверное Какие-то Такие Путанные Размышления Не знаю Зачем Они Нужны Но Мне Они Зачем Нужны Спасибо Я Вклиниваюсь Для того Чтобы Сделалась Дискуссия Я шучу Но Когда Дмитрий Александрович Говорит О Станиславском О том Что мы Должны Жить По этому Правилу Я В Предлагаемых Обстоятельствах Кстати Я к этому Очень склонна Ничем хорошим Еще ни разу Для меня Не закончилась Но Но При этом Нужно Заметить И другое Что Сам Я В Предлагаемых Обстоятельствах С Немировичем Данченко То есть Мы можем Тогда Предположить Что Немирович Данченко Отрицал Я В Предлагаемых Обстоятельствах Но Кажется Между ними Все равно Был конфликт Это я призываю Аудиторию К тому Чтобы доверять Доверяю Прекрасным Ораторам Проверять То что они Говорят То что говорил Прекрасный Владимир Акимович Курочкин По поводу Системы И бездарности Это конечно Тоже Парадоксальная Яркая Но Здесь очень много Молодых людей Тоже совсем Не обязательно В это верить Хотя Это очень Очень ясно Очень внятно И очень красиво Сказано В романе Театральном романе Булгакова Он потому что Был совершенно Того же самого Мнения Что вот тут У вас система А вот там На сцену Вышел этот Без никакой Системы И наслаждение Михаил Чехов Да он использует Слово Наслаждение И вот что За что Я очень благодарна Дмитрию Александровичу Потому что Тоже в рамках Биеннале Уроков режиссура Было еще два дня Георгий Георгиевич Был на них Было два дня Разговоров Первый день Музыкальных Режиссеров О репертуарном театре В контексте Нового времени В общем О контексте Никто ничего Говорить не стал И оно понятно О репертуарном театре Поговорили И там было так Практики Высказывали Очень дельные Очень интересные Чрезвычайно Содержательные И теоретические Тоже суждения А когда Очередь дошла До кого-то Из музыковедов То Обсуждая Немного Касаясь Проблемы Режиссерского театра Или того Что мы Зловредно Называем Режетерой Она сказала Ну мы Ну мы Ну мы Ну хорошо Коллеги Коллеги Я не называю Значит Когда мы До этого Дошли То вот Одна Коллега Она Сказала Что тут В общем Удивительно Вечно пишут Что режиссеры Приходят Драматически В музыкальный Театр Ну и что И Станиславский Пришел В музыкальный Театр И вот Когда Дмитрий Александрович Сказал Я молчала Потом Потом Со мной У меня Какая-то Как горбунка Дым шел Из носа Но уже После Потому что Я сидела Про себя И думала Скажите Пожалуйста Музыковед Что Немирович Был музыкальный Что Мерхольд Был музыкально Образованный Что они умели Не только Свободно владели Инструментом Но что они Знали ноты Как минимум И историю музыки И историю музыки В то время Как В общем Я очень благодарна За то Что вы Мы не разговаривали Перед этим Перед этим Спектаклем И вот Вы коснулись Еще одной темы Существеннейшей Проблема Репертуара Один из Крупнейших Наших композиторов Наших современников Я поскольку У меня нет цитаты Никакой развернутой Я не буду Прямо назвать его По имени Но он довольно Часто говорил И продолжит Говорить Что оперы Больше нет Что последняя опера Была написана В середине Там 20 века Скажем Да И что И что ее Больше нет Значит Мы Упираемся Все равно В проблему Репертуара Потому что Почти постоянно Мы имеем Дело С одним И тем же Сводом Оперных Сочинений Так А тогда Мы все время Вынуждены Предлагать Нашему Зрителю Слушателю Нечто новое От этого Берется Необходимость Интерпретации Действия Значит Я хочу сказать Что я вообще Вот каждый день Мне приходят Посылки Огромное количество Новых опер Которые пишут Композиторы Просто в сумасшедшем Количестве Вот сейчас Сегодня 6 штук Пришло Они Вот я вам скажу Да-да-да У меня лежит Где-то Несколько тысяч Томов Они пишут Все время И каждый Из них звонит И говорит Нужно всего Три часа Мне Вашего времени Я вам сыграю И спою Три часа А я им всем говорю Что я люблю Работать с покойниками Ждите Ответа Вот Это такая У меня отговорка Вот Значит Ну это все Шутки Но я хочу сказать А понимаете Что Вот Проститутка Куртизанка Виолетта Она кстати Единственная Из оперных героинь С профессией Потому что В основном В опере Все страдают И никто Не занимается делом Ну цари Еще Управляют А цари Проститутки Цари и проститутки Вообще Опера Это элитарное искусство В основном Все герои Как раз Проститутки И цари Вот Это очень элитарное искусство Для Очень грамотных людей Так позиционируют Многие Вот Ну вообще Опера Это попсовое искусство Абсолютно Потому что Ну Это как бы Искусство Которое Приблизило Литературу И драматургию К массам Ну Драматические театры Никогда Не будут Такими большими зданиями Как оперные То есть Раз оперные театры Такие большие Строили Значит Это народное искусство Многие театры Так и назывались Народная опера Вот Ну и кто бы знал Там Король забавляется Гюго Если бы не Опера регалетта Например Или кто бы знал Там Даму с камелями Какую-то фигню Да Если бы не травиата То есть Это такая популяризация Кто бы в мире знал Евгения Онегина Пушкина Пушкин вообще в мире не знают Если бы не опера Евгения Онегина Не пиковая дама То есть Опера это такой Как бы как раз Ход К зрителям К народу Народное искусство И поэтому Проститутки Как при Ленине Ленин там Помните Говорил Что проститутки Должны работать На революцию Так вот Проститутки И цари Вышли на первый план Потому что Они становятся Самыми востребованными Народом Вот И остальные Все бездельники Бездельники Вообще Никто ничем не знает Только в советских Там операх Столивары Есть там Люди делом занимаются Крестьяне Крестьяне Да Вот Кармен тоже начинал На табачной фабрике А она Так она на табачной фабрике Ну в конечном итоге Двоюродная сестра Виолетты А Мими У них троюродная сестра Они все сестры И братья Три сестры Но их не только Три Я вам скажу Что и цари Тоже Король Рене Он двоюродный брат Филиппа А может и родной Кстати Кстати родной Вполне возможно Они примерно одинаковые Все Они так все Господь Если грешен я Он поет А этот говорит Этот Филипп И он все то же самое Те же эмоции Три отличия А найти их невозможно Вот тут нам Станиславский нужен Кстати И вот тут Драматический режиссер Как раз и спотыкается Потому что Он попадается На эту удочку Но я не ругаю Драматических У нас оперные Есть такие Что Туши свет С левой воду Знаете Сельдь направо Сельдь налево Идут Такие Такие тоже есть Но Дело не в этом Я От себя хочу сказать Я сейчас перейду К этому вопросу Репертуара По Станиславскому По Станиславскому Когда я учился В ГИТСе Конечно Станиславский 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 И мы конечно Ничего не читали Но надо же было Экзамены сдавать Педагоги Наивные люди Знаете В школе Кто Войной мир читал Есть книжка Оперная либретта Там за две странички Всю Войной мир узнаешь Да И многие Так и экзамены И сдавали Вот кто смеется Тоже так же сдавал Да Правильно Это же правда Хорошая книжка Ну прекрасная Вот И то же самое В общем В ГИТСе Ну Станиславский Какой-то там Станиславский Какой-то Немирович Там и так далее Я помню Что Ну что-то я читал Конечно Когда учился Но у меня Не было фанатизма Как потом Наступил фанатизм Такой Первый мой позор Случился Когда я приехал На постановку В Эксфорд Один из первых Моих спектаклей В Ирландию И моя ассистентка Задала мне вопрос Какая сверхзадача В этот момент Чтобы записать И я ее спросил А что И она мне значит Она знает Станиславского наизусть Потом я обнаружил Что Станиславский Более популярен На Западе Чем у нас А у нас еще Пошла вот Несколько лет назад У нас такие критики Появились Молодые Которые начали Вообще Прям в журналах Писать Что Станиславский Это атовизм От него надо избавиться Это вообще Враг Вообще Театра И это так страшно Было читать Потому что Работая за границей Я видел какое уважение К Станиславскому Надо прекрасно еще понимать Что тот же Михаил Чехов Ученик Константин Сергеевич Вообще они все были Его ученики В общем Один из создателей Голливуда И поэтому Это вообще все смотрится Маразматически Почему у нас тут Ругают Станиславского Вот Но не в этом дело Понимаете Дальше я увлекся Станиславским И хочу об этом сказать Еще не как читатель А я начал искать Контакты Людей Которые Или Бог мне давал контакты Людей Которые знали И Станиславского И Немировича Ну в частности Например У меня был педагог И у Георгиевича Был педагог Евгений Алексеевич Акулов Который Великий дирижер Который у нас Преподавал анализ Музыкальной драматургии Я вообще считаю Это один из основных Педагогов Который Создатель этой школы Которая умерла Эта школа Но не важно Мы успели застать И это раскодирование нот Как бы действенное раскодирование Но это вообще история культуры История ювеналии Сохранения молодости человека Это предмет Его даже нельзя Назывался он Скупо Анализ музыкальной драматургии Но это такое Мироздание Вот И Евгений Алексеевич Был первым дирижером Который создавал С Немировичем Датченко Театр С Немировичем Датченко Представляете Студию Да Немировичем Датченко Которая потом Соединилась С студией Станиславского И превратился Театр С Немировичем Датченко Кстати Для Анекдота Хочу рассказать Для того Чтобы поддержать Легкую атмосферу Незагруженную Когда Иду вступительные Экзамены Это Моя любимая К сожалению Это раз в пять лет То я все время Думаю Как же так Вообще Там такие Вообще Случаи Бывают Ну вот Со Станиславским Выставка Это Вставной Рекламный Номер Значит Колоприем У режиссеров Девочка 99 Ед То есть Она точно Пройдет Даже если Я ничего И я Я задаю вопрос Во-первых Я всегда задаю Очень сложный вопрос На колоболь Кто такой Станиславский Сейчас И я вам хочу Сказать Что Когда они выходят В коридор То они даже Не смотрят В интернете Я в надежде Что они Передадут Там Что он спрашивает Про какого-то Станиславского Но они все Заходят И говорят Я говорю Кто такой Станиславский Она говорит Вот Галина Викторовна Была на этом экзамене Говорит Это автор книги Я говорю Правильно Какая книга Она говорит О любви Я говорю Угу Я говорю Скажите А какой-нибудь Театр Станиславский Создавал Она говорит Ну конечно Театр Станиславского Немировича Данченко Я говорю Молодец А скажи А кто такой Немирович Данченко Она говорит Ну я же не могу Здесь говорить Я же на экзамене Я говорю Почему Ты не можешь Можешь говорить Говори пожалуйста Она говорит Нет Я тут не могу Говорить Вы мне сейчас Двойку поставите Я говорю Да нет Я говорю Давай Я тебе гарантирую что двойку не поставлю, только скажи. Она говорит, ну это очень близкий друг Станиславского. Я говорю, в каком значении? Она говорит, ну просто очень близкий, я не могу здесь говорить, я на экзамене. Я говорю, а кто им Чайковский? Она говорит, вот из-за него они и поссорились. Вот, такой вот случай. А в этом году был случай, на колоквями еще интересней. Я задаю вопрос еще более сложный девочке одной. Говорю, скажите, какую роль Шаляпин сыграл в мировом оперном театре? Она говорит, Прохор начинал как эстрадзе певеть. Вот. Это к вопросу Гиди, социально. Это правда. Они потом приходят в театр, ставят спектакли, критики думают о том, что они там сделали, но самое ужасное, если они в театр не придут, они пойдут в чиновники, и тогда вообще хана. Вот. Это вообще просто такая... Вот это и правда, это такая страшная история. Гирочка, не улыбаешься. Ты что, я ржу вообще просто. Это же кайф. Ты просто не видишь мою улыбку. Да везде такой же, да. Вот. И я, знаете, хочу сказать, а по поводу репертуара... Да, и по поводу вот познания Станиславского. И я потом, когда после Ирландии приехал, и мне так стыдно стало, я начал читать и прям перечитывать, и так это было интересно. Потом я начал читать зарубежные издания, потому что они отличаются. Там очень интересно есть вещи, потому что у нас все-таки в изданиях... Кстати, это целый труд можно сделать, заново издать, потому что в Советском Союзе там была цензурка. И в тексте Станиславского, ну, знаете, это как Библия. У нас же Библия... Помните, чем заканчивается, когда Иисус Христос... Ну, это в переводе, я имею в виду, да, в нашем... Когда ему уксус дали, как бы, помните, уксус? И получается, весь смысл Библии меняется, потому что это не уксус был. А это был... Забыл, как называется. В общем, в Израиле, когда очень жарко, то в воду добавляют капельку лимона или граната для того, чтобы вода не зацвела. И вот этот римлянин Иисусу протер губы, и он, умирая, сказал, «совершилось». Но когда в переводе «уксусом» он протер, то, понимаете, получается, враг... Вот этот враг губы, которые были и так потрескать, и уксусом прижег. Иисус сказал, «свершилось». Что свершилось? Весь смысл меняется. А тут враг проявил сострадание и милосердие. В этом и христианство. И свершилось. То есть меняется смысл весь. Но это понятно, когда читаешь в оригинале, там, древнегреческий текст на греческом языке. Но вот этот перевод на русский текст, он меняет смысл. И вот в Станиславском тоже есть такие вещи. Но неважно. И я вам хочу сказать, что у Станиславского... То есть Немировича Данченко я познавал за счет Акулова, за счет того, что я устроился в ГИТС, еще учился на факультатив к Тамаре Федоровне Янко, к нашему профессору, которая была примадонной театра Немировича Данченко. И она пела все. И я занимался с ней вокалом. Она народная артистка, исполняет первая исполнительница Катюши, Орленок песни. Великая певица была, народная артистка. И я с ней занимался с вокалом не потому, что я хотел петь, потому что у меня никогда не было голоса. И вокализа Апта мы с ней пели пять лет. Но я, когда пел эти вокализы, я ее спрашивал, говорю, Тамар Федоровна, расскажите, а вот Травиата Немировича Данченко, там в театре действие происходило, в книжке написано, она флору в этом спектакле пела. И она, о, Димочка, это Кемарская, это такая Надя вышла. Там все же совершенно сошли с ума. И она начала мне рассказывать этот спектакль. И я так через нее, через каждый урок вокала узнавал про каждый спектакль Немировича Данченко. Потом я у нее узнавал про то, как произошло соединение. И она мне рассказывала, что до сих пор в кооперативном доме на метро и аэропорт они, уже внуки, не разговаривают между собой. Понимаете, это было соединение вражеское просто, когда два лагеря студия Станислава Кемировича соединили в один театр, люди не общались. И представляете, как интересно произошло потом раз соединение в новую оперу, и когда люди не общались, да, это же театр. А сколько в этом есть космического продолжения. Это вообще, тут я про садгуру хотел сказать, но не буду. Это очень интересно, это безумно интересно. И, да, 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 скажи, конечно, говори, говори. А, ну я быстро, в общем, это про Немировича, а про Станиславского я просто, подожди, про кольцевую дорогу. Вот, про Станиславского. А про Станиславского, когда я ставил Евгений Онегин в театре, то мне позвонила Наталья Инишна, у нас вахтерша была такая, Наталья Инишна, которая работала, сутки работала, трое в театре. И она за всеми следила тут, вот, знаменитая. У меня висел портрет в кабинете Станиславского и Натальи Инишны. И все приходили и говорили, а кто это? Говорит, Клара Цепкина или кто это? Говорит, очень знакомое лицо. Они мимо вахты проходили только что. Вот, так вот Наталья Инишна, Дмитрий, представь, видел это. Наталья Инишна, она наблюдитель нравственности в театре. Вот, она бы сейчас, кстати, разошлась. Ох, сейчас бы время для нее было. Так вот, Наталья Инишна по законам сейчас с Думой работала бы, по выработке новых законов. Так вот, что, ну правда, что, она бы помогла стране. Вот, и Наталья Инишна, она, пардон, правда, Станислава, звонит мне и говорит, что тут какая-то бабушка старенькая веер продает. Веер хочет продать. А я говорю, у нас есть веер. Она говорит, спросите, говорит, у директора. Я вот звоню, я говорю, это вот 90-е годы были. Я говорю, ну пусть она, проводите ее ко мне бабушку-то с веером. И заходит бабушка, которая лет там 90-е, наверное. И она сидит и говорит, а я Кудрявцева. Я вот у Станиславского пела «Баттерфляй» и «Татьяну». А такая есть книжка «Станиславский реформатор оперного искусства». И там экспликации. Я, конечно, наизусть все знал. Я понимаю, что это стоит та самая Кудрявцева, которая была у Станиславского Татьяной с Мельцер вместе. И она была чучу-чу-сан и Марфой у Станиславского. И она стоит, продает веер. И я звонил тогда всем своим журналистам знакомым. Говорю, сделайте с ней интервью, никто не сделал. Тот самый композитор, который все время провозглашает смерть автора и смерть оперы, сам является автором нескольких интереснейших оперных произведений, одно из которых идет просто на сцене нашего театра. И точно так же, как у Дмитрия Саныча, у меня просто целая комнатка есть. Вот у меня в кабинете есть такая задняя комнатка. Я думал, когда приступал только к работе, что я там буду иногда сидеть, размышляю. Ничего я там не сижу, не размышляю, потому что она завалена партитурами. Снизу до верху вот так вот 20 маленьких принцев, 60 золотых ключиков, просто под нескончаемым потоком. Поэтому опера, она продолжает каждый день возникать. Мало того, перечисляя современных композиторов, у нас идет произведение Александра Чайковского, Михаила Броунера, Ефрема Подгайца, Владимира Мартынова. Это все наши современники. Это вещи, которые вот только что написаны. И молодых композиторов, уже их учеников. Поэтому нет, конечно, нет никакого... Скажем так, на мировом оперном рынке понятно, что основную сумму зарабатывает топ-10 опер. Точно так же, как на мировом балетном рынке. Извините, в какой бы стране вы мира не оказались в Рождество, на всех афишах вы увидите щелкунчика. У меня вообще была идея, что все театры мира должны скинуться и поставить двойной золотой памятник Петру Ильичу. И не, 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 на самом деле... Нет, нет, дайте уже договорить. Просит. Дошел. Нет, на самом деле, если бы не хореографы, которые поставили щелкунчика и лебединое озеро, и спящую красавицу, и Петр Ильич, который написал эти три гениальные партитуры, которые кормят весь мировой балет. Потому что все остальное, оно производное от этого. Поэтому это, в общем, такая основная... То же самое, что, извините, в драматическом театре, мы не за счет Шейкспира до сих пор живем, а за счет Чехова. В общем, будем справедливы. И других великих. Поэтому в этом смысле нет. Конечно, репертуар разнообразен. И любовь к Трунцу Кербринам, опера, написанная молодым, современным композитором, молодым человеком, по роману Пелевина, ну, мне кажется, что уже быть более... Или Альфа и Омега только что написано. Это же вещь, которая только что написана. Которая идет на сцене Геликон оперы. Да, мы совершенно не как бы не сидим в XIX веке. И это тоже такое вот немножко заблуждение по поводу того, что такое сегодняшний оперный театр. Другое дело, что современную музыку надо еще лучше петь и играть, чем музыку XIX века. В этом сложность. На самом деле, большинство неуспеха современных произведений связано с бездарным исполнением. Потому что эту музыку надо впустить в себя, надо ее услышать, для того, чтобы ее правильно воспроизвести. Мы просто человеческие существа, ленивые и не любопытные. У нас до сих пор... Берг, Прокофьев, Стравинский, Шостакович до сих пор числятся как авангардисты. Сто лет им. Христа ради. Это все десятые, двадцатые годы XX века. До сих пор ты приходишь в оперный театр и говоришь, делаем Стравинский. Все говорят, о, господи, опять авангард. Что же это такое? Ну, как бы, нормально. Это все равно, что в 1910 году кто-нибудь пришел бы сказал, делаем Беллини, и все бы закатили глаза и сказали, опять авангард. Ну, да. Поэтому есть, как бы, свои какие-то проблемы. И пас первый, который я не успел поймать, но мне кажется, это важная история по поводу соотношения драматического и музыкального, и драматических и музыкальных режиссеров. Мне кажется, вот эта дискуссия на круглом столе, на конференции, была какой-то такой показательной, важной историей, потому что она, в общем, продемонстрировала такое вот невнятицу и непонимание сути профессий. Дело в том, что музыкальный театр соткан из гораздо большего количества текстов, нежели театр драматический. И для того, чтобы... Да, потому что в драматическом театре у тебя есть текст автора и чаще всего плохой перевод. И ты как-то пытаешься сшить их со своим режиссерским текстом. И с текстом актерским. В музыкальном театре у тебя есть первоисточник литературный, чаще всего, или драматический. То, что перечислял Дима. Дальше есть либретто, что уже некий перевод. Дальше есть, если это зарубежная опера. Либретто и вообще изменение первоисточника. Да, изменение первоисточника, которое очень часто меняет до неузнаваемости. Да, первоисточник. Пиковая дама, например, да. Но, тем не менее, так он гениальный. Да, да, да. Значит, дальше, если это зарубежная опера, то плохой перевод, или, что еще хуже, субтитры, которые вообще не дают тебе смотреть спектакль. Потому что ты сидишь и пялишься на субтитры. И, самое главное, весь космос музыки, который, в принципе, что блестяще продемонстрировал своим вокалом Дмитрий Александрович, иногда может идти совершенно в противоположную сторону от текстов. Как управляться с этим и как структурировать вот это время в музыкальном театре, которое уже структурировано композитором. Все. В драме ты – властитель времени. Ты можешь начать спектакль с 15-минутного молчания, что мы видели много раз, с целой развернутой историей. Но в оперном театре ты садишь, и начинается овертюра чаще всего. И дальше все это время уже расписано по секундам. И как быть органичным, и как сочинять свой текст внутри вот этой абсолютно жесткой структуры. Это отдельное искусство, которому мы учим. Вот здесь несколько наших студентов сидят, случайно забредших на нашу дискуссию несчастных. Мы учим этому много лет. И меня как-то всегда удивляется. Человек фактически с улицы приходит и начинает изображать, что он может делать то, чему люди учатся 5-10 лет. Я до того, как начать учиться в ГИТИСе, 12 лет учился в ЦМШ. Я как скрипач, как композитор, как теоретик музыки. Я ощущаю музыку кожей, нервами, слухом. Я не представляю, как можно, не будучи вот так вооруженным. Дело в том, что, опять, вопрос не просто в тупой какой-то там образовательной. Я вот получил образование, я имею право быть оперным режиссером. Нет, очень многие не имеют. Но вопрос в том, что не имея вот этих всех физиологических даже умений и психологических, ты не можешь этим заниматься. Потому что вот чего, к сожалению, нет, но думаю, это связано и с тем временем, и с некой целомудренностью, при том, что там время было достаточно распущено, как мы узнаем по другим источникам. Но все-таки в размышлениях люди были очень целомудренны. Чего в размышлениях Станиславского и Немировича почти нет, это размышления об эротической природе оперы. Потому что музыка – это еще очень чувственная вещь. И чтобы адекватно с ней разбираться, надо понимать, как этот внутренний эротический накал музыки воплощается в певце. Почему было важно, что мы все ходили на уроки вокала? Потому что если ты изнутри не поймешь, что такое это возникновение звука, почему был культ теноров всегда? Потому что эти экстремальные вибрации в высоком регистре вызывают у тебя физиологическое, эротическое переживание. И в зале происходит множество вот этих вот штучек. Взрываются гидранты и так далее. Поэтому мне кажется, что это очень сложная материя. Можно, поскольку были воспоминания о прекрасных каких-то моментах прошлого, Евгений Алексеевич Акулов рассказывал фантастическую штуку про Владимира Ивановича Немировича Данченко. У него был знаменитый спектакль «Карменсита и солдат», если вы знаете. Что тоже очень любопытно. Мы об этом говорили немножко о конференции, но поскольку другая публика, я повторю, очень многие вещи, которые нам сегодня кажутся авангардом, в том числе и Бог Уилсон, это все-таки из-за ды 100-летней, 60-летней давности. Потому что, допустим, вот эта система Уилсона с разметкой всей сцены этими сами, а теперь ты открываешь книгу Вальтера Фельдзенштейна о музыкальном театре. И первое, что ты видишь, он приезжает в театр Станиславской Немировича Данченко ставить... С вам летней ночью, по-моему, с Прохором Шаляль? И первое, что он делает, он всю сцену расчерчивает на квадратики, нумерует их, и дальше у каждого артиста в партии, в нотах написано в какой момент... У Уилсона не так. У Уилсона вообще... Ну, хорошо, неважно. Вот это. Да? Или, допустим, там знаменитый спектакль Евгения Онегин, фотографий с которым украшает кабинет Дмитрия Саныча, и вдруг ты обнаруживаешь, что в спектакле Станиславского стоял огромный стол, за которым происходили мизансцены. Да, и ты понимаешь, что ты где-то видел еще эту мизансцену. Или Карменсита и солдат, потому что для нас, для нашего поколения, главный Кармен и главным открытием был фильм Питера Брука Кармен. Да, Кармен он назывался? Да, назывался История Кармен. История Кармен. Да? И вдруг ты понимаешь, что вообще-то если бы не было Карменсита и солдата Владимира Ивановича, то не было бы Бруковского и Кармен. Потому что он делает ровно то же самое. Он как бы возвращает историю к литературному... Но еще у самого Станиславского была Кармен. История в заключении, трогательная, очень, которая для меня может быть вот этот символ одного рукопожатия. Евгений Алексеевич рассказывал, что когда в студии был выходной день Владимир Иванович просил смонтировать на сцене декорации Карменсита и солдата и садился один в зал, смотрел и тихонечко почему-то плакал. И вот это переживание режиссера, проживание им своего спектакля один на один с пустым пространством, мне кажется, говорит иногда гораздо больше, чем любые учебники. Что такое вот этот человек, сидящий в пустом зале, смотрящий на декорации своего спектакля и проживающий раз за разом, секунда за секундой, так, как будто это по-настоящему. Мне кажется, что в этом есть что-то прекрасное. Спасибо. Сейчас я еще, знаете, раз мы о Станиславском сегодня говорим, Ромочка Мамбетов, наш главный администратор, Ром, ты потом можешь организовать, кому интересно, зайти в Шиховскую комнату и там стоит библиотека, вся нотная библиотека Станиславского, просто она у нас находится в театре, больше нигде вы не увидите. Там полностью вся нотная библиотека Констанция Сергеевича, при том, с его автографами, со всеми его пометками и так далее у нас есть. И еще у нас есть в фонде гвозди монтажные от спектакля Евгения Онегин Станиславского и кусок камина Станиславского. У нас это все, что мы наворовали. Кусок камина не постеснялись. А его выкинули. Его выкинули. Мы все это достали. А гвозди прямо из сцены студии монтажные гвозди такие вот ржавые и они отличаются от современных гвоздей такие конусообразные с такой штукой. Вообще потрясающе. У нас вся библиотека, помимо еще библиотеки, у нас еще есть фотоархив всех оперных спектаклей на стеклах. Министерич знает, я говорил, стекла, как раньше были стекла, все оперные спектакли Станиславского были отсняты фотографами прямо по мизансцене. И у нас все вот эти стекла есть в тетради. То есть тоже уникальная такая история. Вот. Покадрово. Притом те спектакли, которые утеряны вообще в памяти. То есть все. Дмитрий Александрович притягивает как магнит. Это все. Ему просто добровольно приносят. Как в 90-м началось с веера. Это была история мистическая, абсолютно. Герчика знает. Это принесли от Владимира Сергеевича Алексеева, от брата Константин Сергеевича, его семья. И Владимир Сергеевич работал в этом зале в опере «Земена». И мистика в том, что у меня есть такие антиквары, которые мне там ищут редкости всякие. Я купил одну фотографию у Станиславского редкую довольно-таки. И он мне принес какую-то еще фотографию и говорит, а вот эту купите. Я говорю, а кто это? Неизвестно кто. Я говорю, ну тем более не надо. Он мне так оставил на столе. Я говорю, да ладно, мне не нужно денег, пусть лежит. И я начал узнавать потом постепенно, кто это, кто это. И оказался Владимир Сергеевич Алексеев, брат Константин Сергеевич, который работал в опере «Земена». И буквально я взял, попросил Славу Протасова, моего зама, рамочку сделать, и я повесил вот фотографию у себя в кабинете Владимира Сергеевича Алексеева. И вдруг через неделю приходит наша завтнотная библиотека и говорит, мне был звонок, значит, клавиры предлагают купить там бутерфляй, царскую невесту. У нас все это есть, говорит, в принципе. А в театре мне все это рассказывают. Я говорю, ну, наверное, кому-то плохо там. Я говорю, может, надо купить, просто помочь людям. И она, я говорю, поезжайте и купите. Она приезжает оттуда и говорит, там, говорит, целая комната в клавирах и все спецавтографы. и приносит мне, и открываю, а там везде Алексеев, Алексеев, Затин Алексеев, 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 что? Я говорю, это что такое? И, в общем, оказалось, что это вся библиотека Дотны Станиславского. И вот этот родственник, он нам подарил всю эту библиотеку в театр. И у нас она вот хранится, у нас там в витрина есть, где стоят все эти ноты уникальные. Поэтому у нас это можно увидеть. Мы с Герочкой, мы уже учились вместе, мы друзья, и у нас мы об одном и том же все время говорим, поэтому вот, но надо же хоть чуть-чуть там, вот я по поводу драматических режиссеров хочу их защитить немножко. Сейчас чуть-чуть, да, чтобы мы в сольерии не превращались. Музыку он разъял как труп, поверил алгебре, гармонию. Где ж провода? Да! Вот. Так вот я хочу сказать, понимаете, тут бывает тоже, это тоже момент, как система таланта, бывает талантливый человек и современная опера, современного композитора в принципе драматический режиссер может поставить по той причине, что в ней нет музыкальной драматургии. Вот. И это спасение, потому что, ну вот я просто смотрю вот эти оперы, которые я не все смотрю, которые присылают, просто смысла нет, потому что личность композитора уже о многом говорит, понимаете? сейчас же у многих есть визитки, композитор, певица, знаете, там Бузова тоже у нее певица, вот. Как у Мария Калла, в принципе, такая же визитка. Поэтому и композиторов много, понимаете? И композитор, сейчас любой может писать музыку, и даже не нужны образования, сейчас же компьютер пишет, вот. И у нас был такой опыт в театре, у нас была постановка одного современного, очень модного композитора, а вот оказалось, что оркестровку он не может делать, потому что он не владеет. Он очень известный, очень известный. Такие есть тоже. Таких композиторов может ставить драматический режиссер, потому что это такая ткань действия, понимаете? Там нечего анализировать, там есть такой ветерок. Это тоже, я так для юмора скажу, у нас в театре есть такая потрясающая певица, вдающаяся просто, я считаю, Наталья Загоринская, да, это такая вдающаяся артистка наша современница. И она была исполнительницей, ну она и сейчас поет, но она была очень известной в мире как исполнительница современной музыки XX века. Она, да, Булес, она, Шнитке ей писал произведения свои, посвящал, Адисон Денисов и так далее. Вот, и она, Адисон Денисов написал какое-то произведение на языке эсперанто, там, восемь языков, потом переходит на эсперанто. И вот в Голландии в знаменитом концерт Гебаум идет этот концерт, Адисон Денисов сидит в ложе, вот, и она поет, значит, произведение, которое она полгода, она очень быстро учит, но это она учила полгода, потому что это очень тяжело. И она приезжает оттуда, вся в слезах, она такая, у нее психика такая, творческая. Я говорю, что случилось, у меня разочарование в жизни, я полгода учила, это великое произведение Эдисона Васильевича, вот, и я стою на сцене, стоит, а дирижер, оркестр, дирижер, значит, дирижирует, и вдруг, а передо мной партитура, она сама пианистка, Наташа, по партитуре, она поет, не по клавирую, а передо мной партитурой, и вдруг я вижу, что дивизии скрипок, это когда у каждой скрипки первые разные партии расходятся. Я вижу, что они разошлись не просто на два такта, а первые скрипки на одной странице, а через четыре страницы другие, и все, я смотрю на дирижера, а он, как будто, ничего не происходит, значит, а я-то знаю, я считаю, тут 9 восьмых, тут 17-16, там такие, современная же музыка, вот, я не знаю, вдруг это из-за меня, она все на себя всегда, и вот я, значит, это все смотрю, вот и все, и, в общем, мы еле закончили, это все было не вместе, я чуть инсульт не получила, и вот я, и публика стоит, хлопает, значит, премьера, простите мне, композитор плачет, значит, стоит, плачет, дирижер кланяется, вот, и я, говорят, из-за кулисы, вот, и ко мне идет Эдисон Васильевич, и я бросаюсь к нему, Эдисон Васильевич, ради бога, простите меня, это что-то произошло, может быть, я виновата, простите меня, я делала все, он говорит, а что произошло, ну вот то, что мы разошлись, а он говорит, да не важно это, главное было ощущение ветерка, а она полгода учила, понимаете, полгода, поэтому такую драматургию, в принципе, может ставить драматический режиссер, почему нет, и они есть, и вот эти современные произведения, они, кстати, есть очень интересные, вот у нас идет, правда, сейчас уже не идет, уже нельзя это идти, но у нас есть замечательный, у нас есть, ну, со исполнителями, правда, нельзя называть, нельзя называть оперу режиссер и исполнитель, с исполнителями, вот, так вот, там есть опера, доктор Газ, такая, по- Улицкой, да, по Улицкой, да, доктор Газ, да, конечно, нужно, вот, потрясающая опера, это такой Алексей Сергунин, молодой композитор, очень интересный, у него прямо новая есть в музыке, потому что он, как бы, классическую музыку с джазом в опере, и джаз не как джаза, как интонация ткани, очень интересно, очень, и я, когда посмотрел это произведение, я сразу сказал, да, конечно, потому что это совершенного, потому что вот из той комнаты, которую у Георгиевича и у меня, понимаете, все одно и то же, вот так, очень много композиторов, которые пишут так, что, в общем, мы с вами все можем по таким опера написать, побряцкать просто, там, булавкой по струне рояля, и будет очень атмосферно, вот, к сожалению, с ветерком, да, но, к сожалению, к сожалению, очень мало людей, которые занимаются творчеством, от необходимости, именно от того, что они входят в какое-то состояние транса, когда это надо сделать, очень много делают просто плановой экономики много, графомания это называется, и поэтому, такая вот репертуарная есть проблема, ну, режиссеров я защитил драматически, а есть, а есть, кстати, очень талантливые, вообще много талантов, да, так бы и я защитил, так бы и я защитил, георгий, георгий, вы не хотите добавить ничего? да, но это же может быть, тема Уилсона, мне кажется, что, нет, по поводу Уилсона, я могу сказать, нет, по Уилсона, я вам скажу, я просто ставил, это тоже смешная история, вообще, опера, это вообще очень смешное искусство, ну, во-первых, люди поют, вы понимаете, это вообще боржаться можно, не разговаривают, а поют, это уже классно. У нас была такая пресс-конференция, как раз, когда была пандемия, мы думаем, ну, что, люди и так все в депрессии, а тут еще пресс-конференция, все будет скучно сидеть, что-то мыть, что-то официально, и мы решили в Пушкинском музее сделать пресс-конференцию с пением, я написал все эти официальные тексты, раздал артистам, говорю, теперь вы ходите, и как в итальянской опере. Было очень смешно. Те выходили, а в этом месте Георгий Исааки, он должен был бы сообщить, что сейчас у нас открывается фестиваль. Много лета! Прекрасно, была самая прекрасная пресс-конференция в моей жизни, абсолютно. Знаете, в одном театре московского, не буду называть, был артист такой, очень хороший, классный бас, известный, очень творческий, нет, нет, я не спалил, и он был, была Пасха, в этот день шел Евгений Онегин, он гременно пел, и он вышел на сцену, это прямо в столичном театре, сказал, Христос воскрик! Я был в Омском драматическом театре, молодым режиссером, ставил там спектакль, и как раз на Пасху там показывали Кощея Бессмертного, тоже, какое-то извращенное чувство юмора, а там, если помните, яйцо, это была пьеса два Ивана, помните, когда там подменное яйцо, значит, Иван хватает это яйцо, разбивает, а оно подложное, поэтому Кощея не умирает, и вдруг высовывается шикарливая рожа, значит, Кощея, из-за трона, и мне, Христос воскресе! Это было, ну да, в общем, спектакль остановился. В общем, оперный театр, оперный театр, это совсем не серьезное искусство, очень хорошее, все поют. Вот, так вот, подожди, а чего мы, про Уилсона! Значит, слушайте, это вообще комическая история, но Уилсон, это вообще наше все. Значит, я делал спектакль в Риме, в Римской опере, и вдруг смотрю на план световой, и вижу, что у меня на световую репетицию полтора часа только, а это не может быть такого, потому что обычно там несколько ночей световой репетиции, я иду, значит, в режу управления, говорю, слушайте, а как такое может быть, это просто какой-то там для чего-то, встреча с художником по свету, а мы, значит, когда будем? Они говорят, нет, это вот у вас полтора часа на свет. Я говорю, как это полтора часа? А у нас, говорит, есть Лоренцо, я уже перевожу, он гений, ему надо написать на бумажке, как Боб Уилсон делает, а Боб Уилсон делает, вот я начинаю, а он заканчивает Аиду. Он, говорит, он написал бумажку, а там написано, «Утро, день, вечер». И Лоренцо все сделает. Вот вы встретитесь, полтора часа с Лоренцо, бумажку ему дадите, я клянусь, клянусь, и там, говорит, написано, «Утро, день, вечер». «Утро, можно, написать, там утро фиолетовое». Я говорю, подождите, Рим, это вообще, Италия, итальянский театр, это тут-то сотоконтролли. Транквилло. Вот, так вот, я говорю, этого быть не может. Я, в общем, начал честно бороться за серьезный театр. Говорю, так не делают, должны быть кью, на спектакле около 600 кью, перемен, значит, световых, мы должны сделать, помреж должна давать команды. А я говорю, «А у нас помреж без музыкального образования, это в Римской опере». Значит, никаких мы команды не даем, у нас Лоренцо все делает. Я говорю, «Здесь так не будет», сказал я. Мы будем, значит, выделите мне безработного концертмейстера, который будет сидеть с вашим помрежем и, значит, с клавиром. В общем, я решил их построить. И вот, значит, две ночи они мне дали, мы за эти две ночи все сделали, я довольный хожу. И вот генеральная репетиция. И вдруг вот этот концертмейстер, у нее умерла тетя на Сицилии, и она с этим клавиром на Сицилию-то и уехала. И Лоренцо все сделал. То есть они все равно меня победили. Понимаете? И вот он Боб Уилсон. А я Лоренцо спрашиваю. Лоренцо, говорю, а как же у Боба Уилсона-то? Вот мы же учимся все по нему. Он говорит, это я. Я говорю, как это ты? Он мне говорит, а я вот, он мне написал утро, день, вечер, я все сделал, вот контр-ажур написал, я, говорит, все сделал, контр-ажур, а он потом пришел уже на прогон, говорит, и вот два бэбика поставь еще, говорит, один на ладошку, один вот туда. Я поставил, это я к вопросу, дорогие критики, мы потом читаем рецензии на многозначимость Боба Уилсона, не ваша, но есть у нас ваши коллеги, вот, многозначность мезонсцент, вот, но Боб Уилсон шикарно работает, когда у него прекрасные артисты, кстати, тогда он работает великолепно, когда актер на себя берет все и в это, Квейра Даме сверла, она, 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 ее, тогда работает, если там актриса шикарная, если она сама все наполнит, то вообще великолепно. И показал так, как уже давно было придумано в фавне, в интерпризе Дягера, вот примерно, на движение. Мои дорогие, что, что я должна сказать, вот, возвращаясь к Станиславскому, он, назад, назад к Станиславскому, он говорил, что режиссер обязательно должен быть артистом. Мне кажется, что сейчас мы видели двух выдающихся артистов, двух выдающихся режиссеров и двух выдающихся музыкантов, потому что режиссер музыкального театра должен быть и музыкантом. А актер должен быть режиссером сегодня, потому что такие режиссеры отвратительные, актер должен все делать за них. Сам. Сам. Проблемы, между прочим, вот когда Дмитрий Александрович говорил про эту современную музыку, очень иронично, блестяще и очень точно, я подумала, что, в принципе, можно все то же самое заменить словом, заменять слово современной оперы словом современной пьесы и получаешь абсолютно то. Конечно. Да, вей витерок. Я не в смысле названия старой пьесы, а вот, да. По существу вопроса именно все то же самое. На, значит, если на Дмитрия Александровича, мы обращали уже внимание, нарисованного, Константин Сергеевича, верю, Дима, то у несчастного Георгия Георгиевича, мужественно вытерпевшего в маске все эти разговоры, у него на маске написано «Видеть музыку». С одной стороны, это название фестиваля, который Георгий Георгиевич придумал и который он ведет уже много лет. С другой стороны, это, собственно говоря, оперный театр. Да, ведь, правда? Ума. «Видеть музыку», что, впрочем, не отменяет ее слышать. Я очень вам всем благодарна, потому что вы ужасно симпатичная аудитория, прямо какая-то контактная, отзывчивая, дружелюбная, несмотря на то, что первая половина дня и на улице холод, вы теплые. И я вас очень люблю, я вас очень-очень люблю. Да. Ой. Спасибо тебе, Борис. Спасибо. Спасибо. Нет, нет. Спасибо. Да. Нет, нет, Вадим. Спасибо тебе. Нет. Фотография, фотография. Отсчет. Отсчет. Спасибо. Спасибо.